Сегодня на обзоре у нас две ножовки по дереву фирмы Denzel. Первая 500 миллиметров в длину и вторая 450 миллиметров в длину. Защитные транспортировочные чехлы предусмотрены. Во время транспортировки зубья не повредятся. Пробежимся немного по характеристикам обоих ножовок. Начнем вот с этой вот, которая побольше, ножовка. Заявленные характеристики. Полотно ножовки изготовлено из легированной высокоуглеродистой японской стали SK5. Крупный зуб позволяет производить быстрый распил пиломатериалов, досок, брусья, листовых строительных материалов, ДСП, фанера, ОСБ. Также ножовка пригодна для работы по саду. 500 миллиметров длина, 20 дюймов. Термообработанные 3D шлифованные зубья. Шаг зуба. Получается у нас это 9 зубьев на дюйм. Чехольчик на магните. Магнитится защитный. Так, и смотрим на обработку зубьев. Вот они, каленые кончики зубьев. Что придают им повышенную прочность. Так, и с другой стороны. Так, смотрим на разводку. Есть она или нет. Получается Не все зубы идут в развод. Один влево, один вправо. Один влево, один вправо. Четыре прямых зуба. И так потом дальше. Получается четыре зуба в сторону. Четыре прямо. Четыре в сторону. Четыре прямо. И так по всей длине. Так, возвращаемся. Так, рукоятка. У нас такая обрезиненная. Хват в руке. Ой, прям вообще идеальный хват такой. Ну, взрослая мужская рука. Ну, прям вообще удобно. Есть и вот этот вот упор. Небольшой. Прям очень хорошо. Уверенно сидит. Хват хороший. Тут тоже эта часть обрезиненная. Как говорится, не пластик, не не будет царапаться или там неприятно руке. Полотно прикручено на три таких саморезных винта. С обратной стороны гаек нет. получается они в пластик вкручены в полотно. Есть разметка 90-45 градусов. Вдруг кто не знает для чего это скос. Ну, я думаю, люди, которые с ножовками давно работают, они это в курсе. Даже и без этих надписей. рукоятка выглядит надежно. Одеваем магнитный чехол на зубья, чтобы не повредиться. все просто зубья что-то очень устро берем вторую ножовку. Вторая ножовка длина 450 миллиметров 18 дюймов плотные зубы уже 11 зубьев на дюйм. Снимаем также магнитный зубьи и видно, что поменьше. Здесь сейчас попробуем приблизить. Да. Чуть-чуть зуби поменьше. Ну, также в 3D идет заточка зуба. Также закалка только кончик зуба идет темный, который придает более прочность. и разводка смотрим. Аналогично как там. Только стороны маленько другие. Там было лево-право-лево-право. Ну, если вот смотреть от рукоятки и вдаль, то здесь разводка наоборот. Здесь вправо-лево, вправо-влево. И так дальше потом 4 прямых зуба. И дальше. 5 право-лево-право-лево, 4 зуба прямых. Ну, смысл тот же. 4 прямых, 4 в стороны и по всей длине. Честно, зубья прям вообще как иголки тонкие. Чуть задеваешь прям аж даже твердый палец он как-то как уже пытается сразу чуть задеваешь а уже впивается. Так, рукоятка у нас видно, что уже по-другому сделана. Скажем, добавлены еще точки крепления как скажем, усиленная получается металлопластиковая рукоятка ну и с алюминиевым основанием вставка. Здесь в отличие вот от той уже не вот такие винты идут в корпус, а здесь уже полноценные болты под шестигранник с обратной стороны с гайками. Уже так по-серьезному все сделано. но охват тот же самый обрезиненный полностью повторяться не буду здесь в этом плане удобно. Единственное то, добавлены еще два сюда винта. Одеваем магнитный чехольчик надеваем аккуратно чтобы пальцы не проткнуть. ну все нормально. Но повторюсь, заявлено полотно с японской стали СК-5 с подкаленным зубом. Зачем вообще подкаливают зубья? Они им придают более высокую прочность. Особенно когда например вы пилите доски и они попадают какой-нибудь гвоздь был в доске вы не заметили пилите. Так вот подкаленные зубья они более устойчивы гвоздям к металлу и их не ломает. Но это мы обязательно проверим найдем какие-нибудь доски с гвоздями и обязательно это пройдемся и проверим. Внешний вид посмотрели дальше переходим уже в гараж мастерскую так скажем и там на деле проверим заявленные характеристики ножовок. так так я же самое главное не сказал по этой ножовке для чего она рассчитана сейчас пробежимся так ну здесь все то же самое полотно ножовки изготовлено легированной высоко углеродистой японской стали с К5 так вот мелкий зуб позволяет производить точный и аккуратный распил строганных пиломатериалов вагонка плинтусы наличники мебельных щитов ламината а также различных изделий из ПВХ ПВХ это пластиковые трубы короба ну и также панели там облицовочные пластиковые ну вот и проверим по факту у нас ламинаты есть пластиковые панели по-моему тоже были короба пластиковые точные есть вот и проверим насколько он аккуратно пилит и не оставляет заусильниц все идем дальше в нашем обзоре переходим к тестированию этих двух ножовок новеньких набрали пиломатериала обычная доска от палета с двумя гвоздями будем пробовать вот так пилить как будто мы гвозди не видим продемонстрировать что будет потом старый такой массив от подоконника такой хороший не гнивший это мы для крупнозубой ножовки и для мелкозубой с мелким зубом ножовкой кусок ламината чем-то уже отпилено аккуратно потом обналичник и пвх пластик так с чего мы начнем давайте с крупного сначала белочек уберем пока все что поменьше так это пока тоже в сторонку так 9 дюйм надеем снимаем защитный чехол камеру сейчас проверю видно не видно будет ниже вот так вот все проверяем ножовка новая прям она еще будет видно не видно она промасленная еще транспортировочном масле чтобы не ржавело ну что погнали так эх неудобно ну ладно ох как хорошо идет отлично по факту я даже не давлю на нее не знаю попробую показать что я не давлю на нее она прям пилит неудобно как хорошо заточена обалдеть это с крупным зубом у нас попробую показать срез смотрите какой прям вообще классно ну вот здесь немножко заусинец есть в целом идеально вообще ровненько хотя для аккуратного ровного среза рассчитан как раз он-то мелкозубая но это смотрите как отлично справляется так идем дальше берем нашу доску с двумя гвоздями не знаю эксперимент получится не получится производитель заявляет что специальный каленый зуб который при попадании пилы на гвозди предотвращает облом зубьев конечно возможно затупится но он должен сломаться зуб не зря же он каленый так сейчас наметим где мы тут примерно где-то вот так еще раз покажу два гвозди ну и погнали поудобнее зубья остались все на месте да все на месте зубья остались на гвозди попали мы видно вот шарканули их попробую увеличить вот видно зубья процарапаны зубья эти гвозди доска отплелась ну и зубья все на месте ничего с ними не случилось ну и разводка тоже не пострадала все как положено но что можно сказать производитель не наврал что зубья не сломаются вот что-то мне руки маленько чешутся еще повторяю сейчас попробуем аккуратненько вот так вот видно не видно попробуем на камеру еще раз попилить уж в наглую так скажем делать не надо ну а что у нас обзор же инструмента что надо проверять заявление производителя да он почти отпилился уже гвоздь все гвоздь отлистил точнее как отлистил отпилился так ну и теперь проверяем ножовку так ничего криминального у нас пока нет все зубья целые на ощупь все нормально ну что не наврал производитель прокаленный зубь и гвозди все все хорошо прям как говорится респект и уважуха как раньше говорили так ладно с этой с крупным зубом с ножовкой мы закончили идем дальше берем с мелким зубом 11 зубьев на дюйм снимаем чехольчик так начнем уберем подальше пока камеру то забыл так вот берем 11 зубьев на дюйм пилу так скажем ножовку и тестируем на дверном наличнике так скажем вот это вот пила она как бы рассчитана как бы вам правильно так сказать на такую же деликатную аккуратную работу вот когда вы там уже установщики мебели да там двери мебели там что-то где-то надо аккуратно подпилить чтобы не было заусенец вот более мелкий зуб он как раз должен аккуратно делать спил вот как здесь так ну и все проверяем вообще как по маслу идет я даже на прессе не успел отлично все проверяем качество спила скряхнем приближаем тоже все аккуратненько где чистая доска была немножко есть заусенец где было покрытие уже аккуратно ну это я тут начал пилить так маленько криво другие два спилы покажу вот один смотрите как ровно аккуратно вот здесь уже отломилось так и здесь но в целом все хорошо хорошо для аккуратной работы подходит ламинат так разрешаем камеру теперь у нас кусок ламината погнали 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 на скорость на скорость на скорости на скорости проверим кромку кромку здесь кусок вырвало лицевая сторона идеально сейчас заманим и смотрим пил это я напомню что если вы забыли что это я на скорость пил по-быстрому так и первый кусок который я аккуратно пил он вообще идеально он с обратной не с какой стороны и второй кусок здесь я уже торопился чуть-чуть классная вещь так пластик в нем как раз старый пил какой-то был чем-то пиленный и теперь попробую как эта пила справится тут вообще никаких даже не напрягалась она прям легко идет то есть надо аккуратно пилить пластик хрупкий плюс он еще сейчас уже в гараже тут минусовая температура на холоде снимаю поэтому в тепле когда будет мягенький будет конечно аккуратней вот еще раз приблизим в целом надо пилить аккуратней это я торопился она гуляет маленько пила попробую поаккуратней ровненько вот если вот ровненько пилишь точнее не торопясь вообще идеально получается смотрите как острые зубья позволяет как быстро пилить но немножко неаккуратно или помедленней но прям вообще идеально ровненько качество спила свет вот все хорошо все хорошо все хорошо Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»